всем привет с вами кекс и сегодня я делаю сливочный сыр маскарпоне это очень очень вкусный нежный сливочный сыр он подходит для большинства рецептов это практически как двойные сливки получается очень нежный очень вкусный хорошо взбивается держит форму в принципе вот и по цене получается намного дешевле чем купить его в магазине для начала нам нужны сливки сливки нам нужны 20-30 процентов но у меня не нашлось таких сливок поэтому я буду смешивать два вида сливок у меня в кастрюльке пол-литра сливок 40 процентных и точно также я сюда добавляю пол-литра сливок 10 процентных перемешиваю это все вместе и теперь в среднем у меня получается 25 процентные сливки теперь эту смесь я поставлю на огонь мне нужно ее прогреть где-то до 80-85 градусов желательно конечно пользоваться термометром и помешивать постоянно наши сливки чтобы они нигде у вас не пристали вот у кого нет термометра вам не нужно дожидаться пузырьков потому что тогда ваш сыр не получится просто нужно дождаться когда он начнет паровать как бы что вот-вот скоро вот буквально минуткой закипит здесь плохо видно к сожалению я вечером делаю обычно чтобы у меня 12 часов простоял и отсиделся мой сыр и тогда я уже с ним могу работать поэтому работы всегда вечером принципе для этого рецепта кроме сливок нам понадобится только лимон и больше ничего с лимона я отжала сок сока на литр сливок нам понадобится 2-3 столовые ложки мне здесь это две с половиной вот как то так у меня постоянно помешивая я добавляю лимонный сок и хорошенько это все перемешиваем на ложечке должны появиться сейчас попытаюсь вам показать перемешаю еще раз как такие мелкие мелкие крупиночки уже может вам здесь видно очень мелкие крупинки это признак того что наша масса начала работать что лимонный сок выполняет свою работу и масса створаживается теперь я свои сливки отставляю при комнатной температуре остывать я не буду дожидаться прям совсем полного остывания ну вообще желательно как бы чтобы они полностью остыли у нас до комнатной температуры у меня сливки остались еще слегка теплые я вам покажу они когда подостыли они вот такие вот уже становятся немножко погуще такие я бы сказала как как сметана вот что то такое но они не получаются как творог то есть не ждите что они должны у вас творожиться я буду их отцеживать сквозь льняное полотенечко можно взять вафельное полотенце можно взять в пять-шесть слоев марлю но с марлей мне доставать его неудобно я вам потом покажу о чем я говорю и лучше всего меньше мороки именно вот использовать плотное льняное полотенце с него и отцеживается хорошо то есть ну с ним удобнее намного работать я вылила всю свою массу в это полотенце и теперь все кончики полотенца собираю в один пучок как бы делая мешочек и сейчас взяла обычную резиночку типа как для денег такая резинка и свяжу свой мешочек теперь я этими ушками у кого есть в холодильнике решетка это лучше всего этими ушками я завяжусь вокруг решетки я вам сейчас покажу как у меня это холодильник конструкция выглядит я этими ушками завязались вокруг решетки сверху поставила кастрюльку чтобы она у меня не развязалась и в таком состоянии в холодильнике они у меня будут отвисать вот вот о чем я говорю около 12 часов чем дольше они у вас отвисают тем плотнее сыр у вас получится можно 12-24 часа но мне было достаточно и 12 часов у меня отсиделось оттуда во где-то 220 грамм сыворотки которая у меня потом отлично пошла в блины а вот сейчас покажу вам какой получился мой сыр сверху масса чуть более плотная внизу чуть менее из-за того что сыворотка стекала на нижние слои но мы это все перемешаем и она у нас станет однородной вот смотрите если бы у вас здесь была марля вот эти вот все частички которые у меня отлично снимаются ножиком у вас остались бы просто на марле и половина сыра бы у вас осталось как бы просто выброшенная потом вы ее бы оттуда вы не отковыряли а вот именно снялого полотенчика все отлично снялось и там ничего не остается то есть весь сыр ваш сейчас я его переложу контейнер и поставлю на весы посмотрим сколько у меня получилось из литра сливок 25 процентных такого сыра у нас на данный момент сейчас даже простая филадельфия стоит 300 гривен за килограмм здесь я потратилась пускай сливки у меня обошлись где-то гривен в 60 а получилось у меня если я не ошибаюсь сейчас попробуем 570 по моему грамм сливок то бишь они мне вышли даже меньше чем по 100 гривен то есть я думаю что это как минимум в три раза выгодно и как минимум в пять раз вкуснее чем то что вы купите в магазине сейчас попробую показать поближе еще что меня получилось на весах вот 570 грамм этот сырочек у меня пойдет в тирамису он очень мягкий нежный и будет у меня очень очень вкусный десерт буду баловать родных и близких и вам того же советую вдруг что-то непонятно обязательно спрашивайте в комментариях делитесь этим видео с друзьями ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока